В их большой семье каждый знаменит. Не проходит и дня, чтобы на страницах газет и журналов, на телевидении не прозвучала эта громкая фамилия. Они осыпаны наградами и всегда в центре внимания. У них своё мнение буквально на всё. От мировых проблем до приготовления борща. Это Михалковы. Очень часто бываем требовательны к близким и прощаем гораздо меньше. У всех есть нехватка времени. Гораздо было бы хуже, если нам нечего всем было делать. Мы сидели и вспоминали прекрасное проще. Трудоголики, светившие себя своей профессией. Братские отношения, они всегда существуют. Самое главное – это отношения отца и дочери. И если не будет реальной подоплёки этим отношениям, то они не получатся. Существуем реально как одна целая большая семья. Это очень важно. Кажется, что мы знаем об этой семье всё. Но это не что иное, как заблуждение. Их личные жизни и отношения внутри семьи очень часто остаются за кадром. Так какие они, Михалковы, вне лучей прожекторов? 1976 год. Это было событие для эстрадного мира. Огромное количество гостей. Известные всей стране люди. Шумное застолье. Свадьба молодой певицы Аллы Пугачёвой и режиссёра Александра Стефановича. Мы вернулись только что из большого южного путешествия, где мы все протратились в конец. И нужны были деньги на свадьбу. Первый человек, к которому я пошёл, говорит, Сергей Владимирович, так и так, в долг, не дадите мне денег на свадьбу. Я говорю, ну не знаю, сколько у вас есть возможности. Он говорит, ну вот тебе тысяча рублей. Тысяча рублей. То есть это годовая зарплата человека, там, условно говоря, среднего советского. Вот. И мы на эти деньги отгуляли наши свадьбы с Пугачёвой. Сергей Владимирович – это Михалков. Александр Стефанович снял по его сценариям несколько фильмов. Он ни минуты не сомневался. Михалков всегда выручит в любой трудной ситуации. Перехватить деньжат у Сергея Владимировича, как бы, было самое оно. Вообще говорят, что у него была постраница в записной книжке, которая называлась, как она называлась, «Ваганькова». То есть это те долги, которые никогда не отдадут. Если Михалков мог, он помогал всегда. Он с лёгкостью расставался с тем, что на него, как говорили многие, сыпалось с неба. По фамилии Степанов, а по имени Степан, из районных великанов самый главный великан. Уже третье поколение Михалковых, его правнуки, читают стихи своего прадеда, Сергея Михалкова. И, конечно же, про дядю Стёпу. 45-го размера покупал он сапоги. Более 60 лет это дачное место под Москвой – дом для нескольких поколений Михалковых. Его по праву можно назвать их родовым гнездом. Здесь создан и существует поныне свой мир – Михалковых-Кончаловских, где празднуют победы, залечивают раны, находят уединение, столь необходимое для творчества. Сегодня на этом месте два новых дома – Андрона и Никиты. Братья вместе. Оба они, их дети и внуки, по-прежнему одна большая семья. Ну, конечно, старший и младший брат там всегда существует, элемент соревновательности, может быть, даже ревности. Чем более, что оба работают в одной и той же области. Братские отношения, они всегда существуют, даже независимо от того, насколько мы расходимся в разных точках зрения, расходимся во многом. Мы все-таки уже нас сравнивают. Зря сравнивают, мы очень разные. Здравствуйте, джентльмены. Приветствуем вас в Великобритании. Спасибо, мистер. Здравствуйте, здравствуйте, мистер Холмс. Я вас узнал. Дом на Николиной горе Михалковы купили в начале 50-х. Это была далеко не сегодняшняя Рублевка. Ближняя Подмосковья, маленькие деревеньки, скромные дачи поэтов, художников, ученых. Здесь и выросли Андрон и Никита. До 11 лет Никита ходил в школу в соседнюю деревню Оксиньино. Никита просто жил всегда с детства, как он родился на даче. Он любил эти места, ходил в деревенскую школу на лыжах. Отец Сергей Владимирович был человеком сугубо городским. И к дачной жизни относился крайне сдержанно. Приедет, побродит чуть-чуть по участку. И уже торопится быстрее уехать в Москву. Жена Сергея Михалкова, Наталья Петровна Кончаловская, все время жила на даче. Все хлопоты по дому, воспитание детей, лежали на ее плечах. Она была мастерицей на все руки. По большей части, действительно, ну, за исключением, может быть, электроники, во всем остальном она замечательно разбиралась. Это шло у них еще от Сурикова. Суриков, человек из казаков, в общем, такой довольно суровый и мрачный, он воспитывал двух своих дочерей, как будущих жен художников, которая должна была уметь прожить и на три рубля, и на три миллиона, которая должна уметь ввести большой дом, и в то же время, живя впроголодь, смиряться с этим и уметь все делать самой, своими руками. Все друзья Андрона были просто влюблены в Наталью Петровну, просто влюблены. Она была женщина, царица, исключительная была женщина, исключительного ума, таланта, внимания к людям. Поворотными к судьбе Сергея Михалкова стали 30-е годы. Детское увлечение поэзией становится профессией. Поразительная история произошла со стихотворением Светлана, опубликованным в газете «Известия». Я был увлечен студенткой литературного института, ее звали Светлана, и у меня было набрано в «Известиях» стихотворение «Колыбельное», встретив ее и желая победить своим пониманием, спросил, «А хочешь, я завтра напечатаю стихи, посвященные тебе?» Но никакой реакции не последовало. Я поехал в редакцию, и стихотворение, которое называлось «Колыбельное», назвал Светлана. Но «Стрела Амура» не поразило сердце студентки. «Стрела» выбрала другую цель. Неожиданно пригласили в ЦК партии, на Старую площадь, и руководитель отдела агитации, пропаганды Сергей Динамов «Сказал мне, что товарищу Сталину понравились важные стихи Светланы». Я сказал, что это не очень приятно. Ну, и товарищ Сталин сказал, что мы поинтересовались, как вы живете, в каких условиях. Ну, конечно, это чистое совпадение. Название стихотворения с именем дочи вождя Светланы. Ну, конечно, молодому литератору нужна квартира, ведь он жил с мамой и двумя братьями в коммуналке с удобствами во дворе. Нужна была и поддержка, и публикации сборников стихов. Да мало ли что еще. Но кто осмелится беспокоить вождя личными просьбами? В 35-м году грандиозный успех поэмы «Дядя Степа». Спать ложился дядя Степа, ноги клал на табурет, сидя книжки брал со шкафа, и не раз ему в кино говорили, сядьте на пол, вам, товарищ, все равно. В этом поэтическом герое есть что-то от самого автора. Жизненная сила, легкость восприятия мира, открытость ему и тот же высокий рост. Что бы ни делал герой, ему удается буквально все – спасать, оберегать, наставлять, предупреждать. Именно такого ждут в новом обществе. В 37-м году выходит первый сборник стихов Михалкова. Его принимают в Союз писателей. А через два года он удостоен высшей награды. Ордена Ленина. И в 1936 году Сергей Михалков добивается руки Натальи Кончаловской, внучки великого русского художника Василия Сурикова, дочери художника Петра Кончаловского. В доме молодого поэта встретили радушно. Лишь маму Натальи Петровны смущала разница в возрасте – в 10 лет. А еще ее не устраивало постоянное мотание на велосипеде по Москве избранника дочери. Через год появился на свет первенец – Андрон. Так зовут его друзья. По паспорту он – Андрей Михалков. А в 45-м – Никита. Младшего Наталья Петровна родила в 42 года. Это поздние роды. В то время они были опасными для матери и ребенка. Она его вымолила в церкви. Церковь на Нежданово. Мне рассказывала, как она ходила в эту церковь, как она просила. Да, дал ей сына. Он родился в год победы. И, в общем, такой победитель. То, что она была мать Андрона и Никиты, она считала это своим самым главным достижением. Разница в возрасте между старшим Андроном и младшим Никитой – 8 лет. Братья были сорвиголовами и доставляли много беспокойства родителям. Я помню, там за что-то провинился Андрона или Никита, и я их наказывал. Станы снимал, хлопал по заднице, там чем попало. Бороть вас надо! Сергей Михалыч, ну мы же… А вас забороли? Меня? А как же? Пороли? А ты думаешь, почему я такой стал, а? А я считаю, что детей пороть нельзя. Отец занимался нами ровно тогда, когда это было необходимо. Но при всей, как бы, отчужденности и строгости, он невероятно, так сказать, нежно нас любил. И беспокоился, и беспокоился, и беспокоился по-настоящему. Это неформально было. Никита любил старшего брата Андрона. Хотел быть ему полезным, равнялся на него. Андрон использовал это в своих целях. Старший всегда главный. В юности отношения очень простые. Врезал ему там. Вот и все. И старший брат в этом смысле хищник. Тиран. Старший брат одновременно с этим. Пример для подражения. Никита вообще человек ловкий был в юности. Хитрованец. И умел пользоваться своим обаянием очень хорошо. Когда надо было. Это улыбка и мальчишка, когда он был здорово врал. Разыгрывал. И одновременно с этим был очень страстным. Очень влюбленным. Но однажды не помогла и эта улыбка. Хулиганские поступки компании Никиты исчерпали терпение жителей поселка. На общем собрании родителям рекомендовали не приглашать детей на дачу. А если те все-таки появятся, не выпускать их за территорию участка. За помощью младший Никита с другом Александром Адабашьяном обратился к отцу. Сергей Михалков преподал им урок ответственности и самостоятельности. Это было довольно раннее утро. Мы пришли к нему даже не в кабинет, а в спальню. Он еще лежал. Я был совершенно потрясен, потому что телефон звонил беспрерывно. То есть он успевал поговорить, клал трубку и даже руку не убирал. Потому что тут же начинал снова звонить. Опять там что-то говорил, опять клал трубку. И вот эта вот секундная пауза, вот это то, что нам оставалось на разговоре. Наношен нам сказал, что на чужой роток не накинешь платок. Поэтому не думайте, что я буду сейчас бегать там вас защищать. И потом вы сами, мол, виноваты в том, что у вас репутация такая. Никита был очень живым, активным, любил потасовки со сверстниками. Из-за своего характера он был вынужден часто менять школу. Был упрям и не терпел приказаний. Такой же неусидчивый Андрон он тем не менее умудрялся учиться музыке и даже закончил училище при консерватории. Характеры главных героев их фильмов во многом похожи на них самих. Герои картины Андрона Кончаловского люди, обращенные в себя, которые пытаются найти смысл существования и тем самым обрести опору в жизни. Герои Никиты Михалкова люди сильные телом и духом, борцы за свои принципы, для которых общепринятые нормы и правила часто не указ. Они готовы идти против всех. Мы тебе напомним, что у тебя есть жена и дочь. Папа, папа! Я человек гораздо более сомневающийся. Он вообще мало сомневается. Он вообще ни в чем не занимается. Он, знаешь, и говорит, не думай вообще, верь и все. Вот это такой другой характер. Он вообще очень русский человек и всегда был. Андрон на правах старшего брата не стеснялся вторгаться в жизнь младшего Никиты. Не дал расслабиться 18-летнему брату после звездного актерского дебюта в фильме Георгия Тоннелия «Я шагаю по Москве». Успех был огромный. Я помню, пришел к нему в комнату и увидел, что у него висят где-то одна фотография его, вторая фотография из журнала «Советский экран». и думал, ну, я тебе сейчас поговорю. Я вытащил все фотографии. По-моему, так я их все обраклеил его комнатой его фотографии. И что-то написал очень оскорбительно. Он быстро, я помню, все снял. Кстати, из-за фильма «Я шагаю по Москве» Никиту Михалкова отчислили из Щукинского театрального училища. Участие в съемках студентам категорически запрещалось. Как и старший брат Андрон, Никита продолжит учиться во ВГИКе. Потом его призывают в армию. В кабинете начальника городского сборного пункта он решительно отказался от службы в страйпате. И он мне вдруг говорит, так сказать, да ладно, что в Москве хочешь остаться в Михалков? И он меня так обидел. Я говорю, хорошо. Если вы так думаете, давайте по-другому. Любая команда, как, куда, самая далекая у вас команда. Он говорит, на Камчатку. Я говорю, кто? На флот? На флот. Так вот, запишите меня туда. Присыл на свои письма из армии. Это были, наверное, самые такие пронзительные строки. Все эти письма, моих было несколько, ну, может, десяток. Я получал... У меня было всегда чувство вины. Что, мол, я вообще ничего этого не испытал. И все как-то у меня получалось легко. И в армии не служил, а он там служил. И эти письма вот с армейских этих зон, вот с Камчатки, написаны изумительным литературным языком. Всегда я чувствовал, что я ему очень нужен. тогда, во всяком случае, для него, для мальчишки практически, пронзительные письма. И я их до сих пор, конечно, храню. Такое естественное для детства соперничество братьев сменилось взаимным уважением к творчеству друг друга, сблизило Андрон и Никиту, хотя и не ослабило остроту столкновений жизненных позиций. Сегодня Андрон Кончаловский работает вместе с женой, актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой. Если снимает фильмы, то жена в главной роли. С юных лет дочь Маши и сын Петр вместе с ними на съемочной площадке. Пора присматриваться к профессии. На кухне у Юлии Высоцкой искусные кулинарные рецепты превращаются в изысканные блюда. В подготовке этих популярных телепрограмм чувствуется твердая режиссерская рука Андрона Кончаловского. Никита Михалков вновь обращается к классике. В Одессе идут съемки новой картины по произведению Ивана Бунина «Солнечный удар». Как всегда, подробности замысла, детали будущего фильма строго засекречены. Этому принципу Никита Михалков следует неукоснительно. Дело в том, что я к этому проекту шел почти 40 лет. Я обожаю этот рассказ. Гениальный совершенно. «Солнечный удар». И мне пришла наконец, так сказать, идея, образ вернее, того, как это и что, о чем это. И мы сразу начали работать. Это как был потерян русский мир. Он как таково. 1972 год. Такие кадры запоминаются на всю жизнь. На пьедестале трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Ирина Роднина. Впервые на чемпионатах мира и Европы в честь победителей звучит гимн страны. Раньше такой честью достаивались только олимпийские чемпионы. И, представляете, насколько для нас это было тоже так неожиданно, что стоя на пьедестале почета, ну, обычно медали, цветы, а тут вдруг мы видим, что поднимаются флаги, два советских и один флаг Западной Германии. Если до 1972 года, как бы, ну да, выиграл, победил, там, наградил, то, начиная вот с 1972 года, как бы для меня гимн, это музыка моих побед. Если мы не пели, то каждый слова знал. Эти слова имеют огромный смысл для каждого. Слова, написанные Сергеем Михалковым в 1943 году, когда правительство объявило конкурс на создание гимна Советского Союза. Сергей Михалков с первых дней на фронте. Он лишь ненадолго приезжает в Москву. Однако решает принять участие в этом конкурсе. Зерегистану я очень благодарен, потому что он подтолкнул меня попробовать написать гимна Советского Союза, хотя меня и его никто не приглашал. И я согласился. И он был соавтором текста, как редактор и как автор. Но стихи-то писал я. И 1 января 1944 года гимн страны впервые прозвучал по радио. Мы победили в этом конкурсе. Наш текст оказался наиболее приемлемым. Там поэзии нет. Там есть содержание документа, в котором выражается или отражается кредо государства. Этот гимн, его знает весь мир. Может быть, слов не все знают, но когда в 1972 году мы играли против канадских профессионалов, то лучший оперный певец Канады вышел и пел канадский гимн и российский на русском языке. Он еще партия Ленина, коммунизма, ведет, славься, богуще, Советский Советский. В 1972 году, представляете, как бы холодная война была между Америкой, Канадой и Россией. Но все равно мы это ощущали. Сам гимн заставляет человека работать и быть патриотом своей страны. Потому что действительно слова потрясающие. И это дает возможность и такое чувство гордиться своей страной. Апофеоз – это гимн. Гимн со словами. И, конечно, это очень здорово. Это сплачивает людей. Сергей Владимирович всегда очень резко реагировал, когда старший сын Андрон высказывался на политические темы. Его можно было понять. За плечами война, годы массовых репрессий. Сергей Михалков прекрасно знал, чем могли обернуться такие высказывания. А молодое поколение, которому принадлежал Андрон, уже думало о том, как им жить самим. Еще не понимали, как, но уже твердо знали. Иначе. Во-первых, он боялся иностранных разведок. Бесконечно. Он все время, у него, конечно, была такая советская, типичная советская паранойя, что вокруг враги не дремлют. У него это было советское, он убежден был, что вообще везде ЦРУ, где может, оно проникает. В этом смысле он был очень осторожный, боялся за сыновей, за меня особенно. Там, венгерские события, мы с ним сталкивались на эту тему. Я был молодой человек, 56-й год, ему было 19 лет. Говорил, что там, в общем, империалисты, все. Я с ним спорил и говорил, что они борются за свободу. 1980-й год. Андрон Кончаловский становится народным артистом РСФСР. Он уже снял к этому времени первого учителя, дворянское гнездо, роман совлюбленных и вдруг отъезд из Советского Союза. В общем, он за меня боялся, что я стану добычей зарубежных разведок. И поэтому, конечно, мой отъезд для него был в определенном смысле драмой. Андрон все уже для себя решил. Но было очень тревожно – за родителей и младшего брата Никиту. Обстановка в это время в мире была наколена. Шла война в Афганистане, американцы бойкотировали Московскую Олимпиаду. Тогда уехать можно было только в один конец. Я уезжал, уехал за границу, он остался. Я уехал в Америку. Понимаете, он остался здесь, единственным сыном у своих родителей. Для мамы и для папы. Для обоих потеря была. Я уехал, я не знал, вернусь ли. Он, в общем-то, пытался найти себя, увидеть мир и там работать. Цене было внезапно. Он же не остался, как там Барышников или Годунов, перепрыгнув через ограждение. Он, нормально оставив себе советский паспорт, уехал туда работать. Тем более, у него была жена француженка. И даже те фильмы, которые он там снимал, никакой, так скажем, идеологической запятностью отмечены не были. Я думаю, что благодаря этому никаких неприятностей не было ни у Никиты, ни у Андрона. Для него было удивление, когда Никита номинировался на Оскар три раза и получил Оскара, живя здесь, в России, не выезжая. Никита настолько вот любит и снимать здесь, и жить здесь, и отдыхать здесь. Как-то трудно его представить. Вот где-то там даже перестал ездить на фестиваль. Андрон, он несколько другой. Он поедет, наверное, за солнцем в смысле отдыха где-то в какую-нибудь страну. Мы в вопросах искусства совпадаем гораздо больше, чем в вопросах жизни. Он как художник мне очень интересен. Но он как художник до сих пор в определенном смысле избегает моих точек зрения. До тех пор, пока уже вынужден слушать их. Но мне всегда интересно, что он делает. И, конечно, его стилистика, его язык очень самобытный. Очень самобытный. И много открытий бывает. Мне интересно смотреть его картины, хотя я могу абсолютно не соглашаться с их философией. Середина 80-х годов. Жизнь на Николиной горе идет своим чередом. Хозяйки дома Натальи Петровне уже за 80. Привычные семейные хлопоты по мере сил. И вдруг такие перемены. Все говорят о перестройке, о жизни по-новому. Наталья Петровна не доживает до этих событий. Наталья Петровна, она не выезжала уже последние годы. И у нее здесь были свои дорожки, свои. И она брала приемник, говорила, это мой спутник, это мой муж Сергей Владимирович. Она все узнавала, где он сейчас выступает, на каком заседании. Она все последние новости узнавала из приемника. И она вот ходила по этим дорожкам, всегда четко, там час гуляла. Я думаю, что меня она влюбила, наверное, даже больше, чем других внуков. По крайней мере, у меня было такое ощущение. Такую житейскую мудрость и какие-то хозяйские какие-то навыки. И вообще ощущение хозяйки дома, наверное, у меня от нее. Она всегда меня и называла маленькой хозяйкой большого дома. Причем самое интересное, что я очень долго вообще не ощущала себя именно вот так вот. А потом вдруг в какой-то момент оказалось, что она была права, потому что вот это вот собирание вокруг себя и людей, и всех родных, оно мне свойственно. Пока была хранительница очага, был очаг, а значит все собирались и ехали к очагу. И дети, и внуки. Когда мама не стала, то исчезла некая собирающая сила. Все немножко распались. Каждый стал сам по себе, и семьи свои. И уже поводов было меньше собираться. К сожалению, это так. Мама — это мир целый, так сказать, глубокий, иногда наивный, иногда несправедливый. Но всегда живой и любящий, и любимый. Мои дети донашивали шубки, которые мама шила мне. То есть это было такое, на века. Вся семья Михалковых была на похоронах Натальи Петровны. Не смог приехать только старший внук, Егор. Я был в Англии. Я только что остался на Западе. Я не мог въехать в Советский Союз, мне не давали визы. Я остался на Западе, как раз в 88-м году. Остался официально. Сказал, я не возвращаюсь в Советский Союз. И это требовало потом нескольких месяцев оформления. Поэтому меня не было, когда она умерла. Наталья Петровна и была тем каким-то домашним стержнем, вокруг которого, так сказать, ротир, крутилась вся семья. Это не значит, что когда она умерла, то семья распалась. Нет. Но вот некое организующее начало, оно исчезло. И вместо него появилось несколько организующих началось. После смерти Натальи Петровны, а вместе они прожили более 50 лет, Сергей Владимирович, кажется, махнул на себя рукой. Я помню, что я приехал из Америки и зашел к нему домой. Старик. Рубашка нестиранная, мятая рубашка. Штаны не глажены. Все вокруг, как у Плюшкина. Где-то лежит какое-то белье. Все, вся эта мебель в пыли. Я говорю, надо ремонт делать. Он говорит, ничего не хочу. Ему было тоскливо, не было семьи. Он был очень неухожен. Мы заставили его с Никитой сделать ремонт. Близкие не узнавали отца и деда. Всегда подтянутый при деле, Сергей Владимирович вдруг редко стал выходить из дома. У него перестали блестеть глаза. Казалось бы, совсем недавно даже молодежь поражалась его азорным выходком. Однажды вместе с известным режиссером Александром Зархи, снявшим Анну Каренину, оба ввалились без приглашения к старшему сыну. А у нас идет тусовка дома. Какие-то молодые девушки танцуем джаз. Ну, там было человек шесть или восемь лет. Они туда нырнули, как два дельфина. Схватили наших девушек, стали танцевать. Мы сели. Ну, пускай старики его танцуют. Хотя я тебе старики был, так и 50 лет. Вот. Но всегда, каждый раз, когда он видел красивую женщину, то всегда возникал этот живой глаз. И такая полуулыбка я узнавал сразу Сергея Владимировича. Но теперь это был совершенно другой Михалков. Одиночество буквально подавляло Сергея Владимировича. Что могло спасти человека в такой жизненный момент? Конечно, любовь, забота любящего человека. И вдруг появилась моя женщина. И потом вдруг он стал бриться и стал рубашки носить, и дал стуки. Этой женщиной оказалась Юлия Субботина. Физик по образованию, дочь академика. Их чувства были взаимными. Однако сам Сергей Владимирович находился в постоянных сомнениях. Он говорил мне, я с ума сошел, что ты с ума сошел? Жениться. Ну, какой жениться? Ну, посмотри на меня. Я не могу жениться уже. А я ему говорил, как не можешь? Можешь жениться. Обязательно. Я его толкал. Он говорит, ты с ума сошел. Хотя он хотел, чтобы получить одобрение. Он хотел получить одобрение. Именно семья помогла Сергею Владимировичу сделать этот решающий шаг в 85 лет. Я думаю, что он был очень счастлив, когда он получил спутника жизни такого, который посвятил ему не только свою, вообще всю свою жизнь, энергию. Я думаю, что Юлия продлила ему жизнь на десятилетия. Он буквально вернулся к жизни и даже стал путешествовать. Егор восхищался манерой поведения Сергея Владимировича, которая мало чем отличалась от молодых людей. Мы были в Париже. Он был жил в гостинице, пришел отдохнуть днем. Я зашел к нему в гостиницу, прихожу. Он, как всегда, я не понимаю, как это возможно. Он, как всегда, снимал брюки, чтобы не помять их, но оставался в рубашке, в галстуке, с булавкой, с запотниками и в туфлях, в ботинке. И так ложился на кровать. Я захожу к нему в номер и вижу, что у него открытая пачка сигарет лежит. Открытая пачка сигарет, там нету одной или двух сигарет. А там, ну, 86 лет, я не знаю. Я говорю, ты что, курить начал? Говорит, да нет. Он, конечно, заикался. Говорит, это без табака и без никотина. Я говорю, а зачем ты купил их вообще? Он говорит, ну, так, повыдрючиваться в Москве. Вот это говорит о том, о чем наговорились деды. Видите, это абсолютно вообще поступки 15-летних. 15-летнего подростка. Особым знаком любви деда к Егору стало завещание Сергея Владимировича. Потому что я был любимцем у деда, это мне хочется так думать. Я думаю, что другие внуки этого меня не разделяют. В любом случае, я был старший внук. Старший сын старшего сына. То есть по логике вещей, там, продолжатель рода – это я. Мне он завещал права на дядю Степу. Но потом, правда, вполне справедливо, раз завещал, и завещал все это супруге. Я не против. Но факт, что он завещал их мне, он присутствует. Это завещание у меня сохранилось. Хотя оно уже не имеет силы. Когда Андрон и Никита выпускали фильм за фильмом, Сергей Владимирович признавался, что любит все картины младшего сына. Ему импонировали герои. И особенно режиссура Никиты. Когда в кино пришел Егор Кончаловский, Сергей Владимирович не пропускал ни одного фильма старшего внука. Сергей Владимирович был единственный представитель нашей семьи, которому нравились все мои фильмы, например. Потому что, например, моему папе не нравятся мои фильмы. Ну, что делать? Егор пока единственный режиссер из второго поколения Михалковых. Хотя с кино внуки и внучки познакомились чуть не с пеленок. Сын Никиты, Артем Михалков, вместе с отцом, работал на съемках фильма «Утомленные солнцем». Я был помощником оператора. Менял кассеты, таскал камеру, ставил штативы. И для меня это был огромный опыт. Потому что, так как отец работает с артистами, я лично не встречал. Потому что он чувствует, потому что он сам артист, потому что он любит кино, он живет этим. Дочери Никиты Михалкова стали сниматься с самого раннего возраста. Немало слез пролила дочь Анна во время многолетних съемок фильма о ее взрослении. Впрочем, настоящим испытанием они стали и для отца, режиссера Никиты Михалкова. Анна от 6 до 18 снималась целых 12 лет. Я не устаю говорить об этом, потому что я этот фильм не люблю. И воспоминания о нем совершенно не доставляют удовольствия. Потому что, в принципе, такой изгибиционизм души. Причем совершенно понимаю степень его важности. И вообще действительно интересно рассмотрение под микроскопом отдельно существующего личности, человека в масштабе всего происходящего в стране. Анне пришлось увидеть не нежного любящего отца, а режиссера Никиту Михалкова с его профессиональной хваткой. А что самое интересное из того, что наблюдала за последние годы? Ну, в районе его сестры. Первый большой актерский успех выпал на долю самой младшей дочери Никиты Михалкова, Надежды. Фильм «Утомленный солнцем» получил множество наград. В том числе Гран-при Каннского фестиваля и Оскар. Ну, Надя, вот прям вот отцовская любовь была к ней вот другой, вот нежели к нам. Вот говорят, что ты любимец, что ты на это скажешь. Я говорю, конечно, мне нравится, что я на это скажу. Мне это очень нравится, и то, что я самая маленькая, и что обо мне все заботятся. У меня было подсознательно, всегда во мне сидела мысль, что скажет на это папа, и если я куда-то пойду или что-то сделаю, то у меня всегда была оценочная, первичная, я думала об оценке на эту ситуацию папой. Главную роль в фильме исполнял Никита Михалков. Отдолжен был Сергей Гостюхин. И по словам самого режиссера, Гостюхин бы это сделал прекрасно. Но сыграть взаимную любовь главного героя с дочерью, которую играла Надежда, Никита Михалков не смог доверить никому. Папа, если бы ты знал, как мне с тобой хорошо. Правда? Угу. А мне с тобой хорошо. Мне с тобой спокойно. Мне с тобой так легко. Я обожаю, я обожаю. Я начал сниматься именно из-за того, что это Надя. Почему? Потому что можно сыграть, симулировать, можно девочку науськать, можно ее наставить, можно ее завести, подготовить. Это папа, и говорит так, интонационно, чтобы она схватила. Но это нельзя симулировать изнутри. Я понимал, что самое главное – это отношения отца и дочери. И если не будет реальной подоплеки этим отношениям, то они не получатся. Когда я увидела в фильме «Утомленное солнцем», вот эти сцены, снятые с Надей, на лодочке, где вот она прижимается к нему щекой. Знаете, это было для меня как какой-то самый большой подарок в жизни, что он любит. В традициях семьи Михалковых хранить и рассказывать необычные случаи из жизни детей и внуков. Одна из таких историй относится к рождению Артема, которое наделало много шума. Мы были на даче, и вдруг Таня поняла, что она начинает рожать. Мы схватили, у меня был «Жигуль» с летней резиной, и вот на этом «Жигуле» Таня взяла с собой просто не самоучитель по родам. Я трудно представляю себе, что бы я делал, если бы случилось это с ней в машине. Но мы неслись с дачи на Москву, и у «Триумфальной арки» побежал, а это было часа три ночи, побежал милиционер, я дал по тормозам, и вот я вот таким вальсом вот три раза развернулся, встал опять курсом туда и куда ехал, только успел в окно крикнуть «Жигуле без урожая». Когда родилась Надежда, Никита Михалков был в Италии, где он работал над фильмом «Очи черные». Телефонный звонок раздался прямо на съемочной площадке. Таня мечтала иметь еще одного сына, чтобы я с ним играл в футбол, и когда родилась Надя, она мне в слезах звонила, говорю, опять девочка, все, конец, теперь все, тебе не с кем будет, тебе будет неинтересно, и так далее. Я говорю, господи, «Чернобыльский год», я говорю, «Таня, родился, ребенок здоровый». Ну что, милая, счастье. То, что Таня так хотела мальчика, отразилось на Наде. В ней очень много в ее характере такой мужской мощи, почему-то не лишает ее женственности и трогательности. Хлопотать за детей, пробивать поступления в ВУЗы, это не в традиции семьи Михалковых. Подсказать, оценить результат, это, как говорится, святое. Но использовать свои возможности, связи, такого не бывало. Когда Тема и Аня поступали в ОВГИ, и очень многие ждали, что я сейчас позвоню, расскажу, там, попрошу. Я им сказал, что... И Таня, моя жена, меня об этом просила. Ну что тебе, трудно, что позвонит. Я сказал, что единственное, что я могу им дать, это дать им возможность никогда, чтобы не говорили, не предполагать, что их устроили. Единственный из детей Никиты Михалкова, старший Степан, от первого брака с Анастасией Вертинской, выбрал путь далекий от кино. Я как-то сразу понял, что это не мое призвание. Я очень хорошо знал актерскую профессию с изнанки, потому что я проводил время за кулисами театров. Я понимал, что это за работа. Но как-то меня не очень тянуло к режиссуле. Поэтому вот судьба как-то сложилась у меня по-другому. И я не жалею, потому что я никогда в эту область не рвался. Степан стал ресторатором. Самый желанный гость у него – отец Никита Михалков. Тишина. Приготовились. Приготовились. Тишина. Внимание. Ванно. Сегодня Татьяна Михалкова – хозяйка большого дома. Она часами может рассказывать о каждом из большой семьи, друзьях дома, дорогих гостях. Вот это та икона, которую Сергей Владимирович из семейных икон. Ему досталось из Рыбинска. Здесь написано «1802 год». Сим образом благословляю Елену Михалкову, бабка ее, Анастасия Тихмин. Здесь, на Николиной горе, Татьяна впервые познакомилась с родителями будущего мужа Никиты. Я поначалу, когда первый раз появилась на даче, даже немножко боялась Сергея Владимировича, вот такой классик, мне казалось, в орденах, в медалях. Потом я уже поняла, что Никита никогда не приводил ни на дачу, ни в дом, если у него не было серьезных намерений. Поэтому меня семья восприняла сразу. А вот Андрон, Андрон, в отличие от Никиты, всегда приводил всех своих любимых женщин, всех актрис, и вообще, кому он поклонялся, всегда приводил в дом к маме. Татьяна отлично помнит, как ее собирали всем домом моделей на первое свидание. Но никто не знал, что ее избранник актер и режиссер Никита Михалков. О сердечных делах там не принято было распространяться. Дали такой какой-то немыслимый наряд, сделали макияж, наклеили такие ресницы, знаете, такие огромные, тогда была мода, сделали такой красный вурдаладский рот, бабету, то есть, когда мы встретились, он, по-моему, меня не узнал, он был в шоке, потому что обычно я вообще не крашусь. И после этого он меня так просто взял за шкирку и сказал омутся. Не все правила приняты, и в семье Михалковых пришлись Татьяне по душе. И я Тане сказал это, когда мы стали жить вместе, что она должна понимать, вот правила игры такие, у меня первая на моей в моей жизни работа, вторая друзья, все остальное потом. и это довольно вообще, я сейчас понимаю, это какое-то жесткое заявление, но тогда это, собственно, Таня это приняла, и несмотря на то, что ей приходилось довольно много по этому поводу плакать, но она этот принцип сохраняла. Когда мне трудно, даже было, и хотелось плакать, я вспоминала, например, когда дети только родились, ну, мне 20 с лишним лет, и вот купать, это было так сложно, нужно было кипятить эти ведра, и он помогал, он таскал эти ведра, он держал вот эту головку, я боялась купать, и я вот это вспоминаю всегда, и мне как-то всегда легче. В 2009 году не стало Сергея Владимировича Михалкова, отпевал его тогда митрополит, ныне патриарх Кирилл. Сергей Владимирович принадлежал, да, своему времени, своему веку, конечно, человеком религиозным, какая-то цельность и верность себе, и вот эта вот помощь людям, все это, конечно, позволяет говорить о том, что в душе он масштаб личности и какая-то способность вот свои лучи распространять, вот это, мне кажется, такая вещь важная, и ценная, и редкая. Не даже говорят, Михалков, вы, в каком-то сознании вот людей, все-таки это семья. Никита Михалков все больше времени проводит дома, в России. Андрон Кончаловский чаще в разъездах, колесит по миру. Естественно, потому что теперь есть большой дом там с собой Никита, большой дом с собой, там отец, почему-то там в разных местах эти дома. Соответственно, центры притяжения их стало несколько. На дни рождения, на Новый год, на Масленицу, на Пасху мы все стараемся собираться. Собираемся на Никольной горе в доме у отца, садимся за круглый стол, приезжают к нам гости, приезжают внуки, и моя дочка, и сестры, дети, и Степана, дети, то есть отец, он еще мало того, что он отец, он еще дед. Садимся за один стол, он размешивает сам все салаты. Это некая такая традиция в нашей семье, когда он сам размешивает салаты. Салат с крабами, который делает отец, это пришло к нам еще от его мамы Натальи Петровны Кончаловской, и еще по ее рецептам делают пирожки, вот, с капустой и с мясом. И это все, как бы так получается, одно целое, одна семья. Сегодня дети и внуки Натальи Петровны и Сергея Владимировича в работе, в поездках, на съемках. Михалковы по-прежнему востребованы. Нередко дома Андрона и Никиты на Николиной горе пустеют. Сегодня у Михалковых Кончаловских подрастает уже третье поколение. У всех свои семьи. И каждый из этой большой семьи знает, что у них есть и общий дом. И в этом доме их ждут. И всегда будет долгожданная встреча за одним столом. А первый тост в этом доме будет поднят бокалами с семейным напитком, рецепт которого передается из поколения в поколение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова